Мы ищем точки соприкосновения 16.16. Итак, мифологические сюжеты, космогонические представления. Конечно, с этой точки зрения нам интересно то, что близко и ближе к нам те персонажи, которые ближе к нам, в основном это грузинская и абхазская мифология. И на эту тему традиционно с нами беседовал этнолог Нона Акубаля. Мы сегодня можем предложить вам эту беседу. Многое не сохранилось, но и то, что сохранилось, мы порой плохо видим. Надо хорошо оглянуться вокруг, надо вникнуть в язык, на котором мы говорим, надо хорошенько посмотреть на ступку бабушки, если это такое осталось, посмотреть на наш очаг, как он устроен и так далее, и так далее, и тогда все будет понятно. Эти пласты, их не упрятать очень далеко, они всплывают, как только ты посмотришь глазами искателя. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. Есть такая абхазская мудрость, которую я слышала лет 50 тому назад, когда я была ребенком от Точи Шелегия, это старый коневод, который жил в селе Мерково в Чемчевском районе. Я, будучи ребенком, испугалась ветра, испугалась деревья, которые бились друг от друга, и он меня успокоил так, этой мудростью. Только глупые люди, смотря на ветер и смотря, как бьются друг от друга макушкой деревьев, может испугаться этого. Не надо дитя бояться, сказал он мне. Когда в макушке бьются друг от друга, мы должны помнить, что зато крепко держатся корни, их корни, этих деревьев, и они не дадут пасть друг другу. Я думаю, что нам надо хорошенько вникнуть в эти корни, и мы с вами, я не думаю, что затеряемся сегодня в мифологии, а если затеряемся, то затеряемся в любви, наверное. Абхазы, адыги, дагестанцы поклонялись деревьям и приносили им дары. В грузинских мифах божества часто появляются в очаге у непокорных, подданных в образе дерева. Что у нас есть интересного, оказывается, в этом смысле? Мы пойдем более по таким нерастоптанным путям. Древо миров стоит на окраине земли. Но есть и другие взгляды. Вообще-то в этом нет ничего плохого, это наоборот хорошо, потому что в мировой мифологии, в отличие от других мифологий, мир делится на четыре. Ну, это подъемили, конечно, сей мир, небеса. А вот что самое интересное, это четвертое измерение. Еще тогда старый Мегрел, Кох, как хотите назовите, знал, что существует четвертое измерение, о котором вот-вот наша современная наука начинает говорить. Этот мир рядом с нами, просто мы не способны видеть его. И называется он Галинищи. Галинищи – это не сила, которая правит миром усопших, которая покровителем является их. И в мегрельских ритуалах, церемониях, которые идут издревле, сохранились церемониалы, при которых, исполнении которых, люди отдают дань миру усопших. То есть Галинищи. И такое есть и у Абхазов до сих пор. И у них есть отдельное божество, которое правит миром усопших, которое покровительствует усопшим. И люди делают все, чтобы успокоить души своих покойных, принося дары Галинищи. На их языке это Абса. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. У Абхаза есть такое предание, это тоже древний-древний пласт старой мифологии. Прикован к этим ногам зевель, который порой просыпается, он бьется, старается отойти от этого дерева и вырваться к нам, в наш мир. Это, хотите, можно понять как темную силу, можно понять как, наоборот, светлую силу. Это, смотря как мы читаем миф, но, что интересное, это не проходит так бесследно, и это не проходит спокойно. И все землетрясения в абхазской мифологии как раз обусловлены тем, что зевель старается освободиться от оков, которым он прикован к ритвистым рогам оленя. Известные сюжеты на Кавказе, распространенные мифологически, это о божествах, покровителях и хозяевах природных объектов, рек, озер, морей, горных вершин, тому подобное, а также охотничьих божествах, без согласия которых охотник не может получить добычу. Божеством восхода солнца в абхазской мифологии называется хай. Теперь посмотрите, как странно, вы говорили в начале нашей передачи, что многие пласты остались в разговорной речи, во выходе, да? Мы все слышим, когда наши жукеи по современному языку скачут на конях и кричат хайт марджа. Да, конечно, да и в мегринском, да и в грузинском, хайт, ага, хайт, слышно, да. Да, в остальном мире это через мегринский язык пошел, но это и есть в абхазском, и, возможно, с абхазского тоже пошло это, потому что хайт, это, как я сказала, одно из названий солнца, восхода солнца и захода солнца тоже. И вот когда человек скачет на коней и кричит ахайт марджа, он обращается к солнцу. Ну что ж, наша беседа сегодня подошла к концу. Вы слушали фрагменты беседы с аналогом Нонакубали, тема сегодняшней нашей передачи «Древо жизни и другие мифологические мотивы». Впрочем, мы об этом еще не раз поговорим в рубрике нашей передачи «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта «Радио Атинати». Нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatenati.g и посмотреть одноименную страницу в Facebook. Вела передачу и беседу. Майя Пипя, всего доброго. Мы ищем «Точки соприкосновения» на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать «Точки соприкосновения» на прежнем месте в эфире «Радио Атинат». в понедельник, среду и пятницу в 16.16.